Тирасполь 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 двора по 20 долларов мы скидывались а чтобы нам сделали дорогу ну там немножко вот метра может 300 прошел грейдер и все на этом вы скидывались на грейдер что ли да на грейдеры чтобы засыпались щебенки и грейдер ну щебенки никто не завозил просто грейдер немножко прошел поцарапал и с тех пор и ям еще хуже стали его за 30 лет никто никогда не дну ремонта не проводил а пожарка за что с пожаром да вы что пожарная ж пока доедет сгорел до тла дом да вы что это вообще страшно нам очень-очень тяжело здесь жить очень по улице шмидта не проехать не пройти в буквальном смысле я даже не знаю какая обувь должна быть чтобы пройтись по такой дороге и честно говоря сочувствую людям которые здесь живут картина печальная медсестра уже отказывается идти к нам и доктор не может прийти потому что вот так по колено в грязи ребенку плохо мы как-то нанимаем машину вывозим едиственный выход нет не сложной ситуации а к городу через железную дорогу не самый удобный и безопасный способ об улице страха местные жители писали в адрес властей просьба одна сделать дорогу здесь указано что чтобы сделать нашу улицу нужно произвести углубление коммуникации на самом деле коммуникации у нас здесь уже все давным-давно углублены сделаны и как бы то есть не соответствует действительности я смотрю что здесь написано что находится в удовлетворительном состоянии то есть они оценили нашу улицу я не знаю каким образом к нам никто не приезжал они оценили написали что то есть наша улица находится говорится в хорошем состоянии вот написано покрытие облегченного типа да да с ощебнем песчано-щебеночное и тому подобное экологически чистая дорога в общем у нас экологически ровные ямы ну и все в принципе потом я обратился к нашему депутату местному он тоже мне то есть много говорил хорошего сказал что все будет хорошо он работает работает но это уже длится на протяжении многих лет как написали в письме на ремонт улице шмидта и прилегающего переулка нужно 803 тысячи рублей расстояние всего один километр это с учетом углубления коммуникаций жители считают такой суммы хватит не только дорогу сделать но и новые дома построить здесь об асфальте уже и не думают будут рады и щебенки даже свою смету составили по местным подсчетам на ремонт улице шмидта нужно порядка 66 с половиной тысяч рублей всего на новую жизнь нашим дорогам необходимо более двух миллиардов в этом году сколько выделили денежных средств на ремонт дорог по республике в целом но в этом году из общей суммы дорожному средств которые поступят дорожный фонд именно на ремонт дорог выделено всего 111 миллионов в прошлом году это сумма была примерно такая же 108 то есть как бы поступление сохраняется на том же уровне уже практически так несколько лет но этой суммы явно недостаточно потому что на потому что как вы сами видели покрытие у нас отработали уже по 3-4 межремонтных срока получается чем больше мы не делаем капитальных ремонтов тем покрытие больше изнашивается тем больше средств нам потом надо будет как говорится лучше сделать один раз но хорошо совершенно верно чтобы покрыть асфальтом улицу шмидта по подсчетам госадминистрации нужно 803 тысячи 700 рублей с учетом углубления коммуникации на ремонт 93 километров дороги строительство парковок в селе ближний хутор из дорожного фонда выделили 800 тысяч рублей центральную улицу здесь отремонтировали только в прошлом году менее чем через 12 месяцев начались проблемы это все в основном из-за маршрута тут ходит маршрут в том году дорога была целая сейчас маршрутки пошли вот после снегов после морозов и дорога разбилась ее латали латали пару месяцев даже не прошло но опять начали вылазить булдыжники видите какие ремонт много средств на ремонт автомобиля конечно много больше даже чем зарабатываем сами себе это что дороги это вообще не дорога это трасса мужества павел андреевич буквально в прошлом году был произведен ремонт даже на этой дороге декабре месяце был произведен ремонт данного участка дороги по улице мира почему вот так уже значит время показала время показала что ремонт я мощный ремонт по этой улице был произведен не совсем качественно будем так говорить потому что в декабре месяц были осадки ямочный ремонт был бессмысленным можно так сказать зачастую такая ситуация уже был как бы никуда и время показала что он не качестве еще узнать ваше мнение по поводу как мы в дороге говорим до латочный ремонт вот насколько он практичный ну я мощный ремонт практикуется ввиду того что отсутствует достаточный объем финансирования это временная мера террас поле на ремонт и содержание дорог выделили 20 миллионов рублей но этого недостаточно необходимые минимум 50 миллионов вот и приходится экономить а капитально ремонтируют улицы с высокой транспортной нагрузкой находимся на улице синева бывший проезд ключевой также планируется на этом участке средний ремонт с элементами реконструкции это будет замена бортовой линии и полная замена покрытия которые находятся на этой улице ввиду того что очень загруженный проезд но давно не ремонтировался попадает ли в дорожную программу улица шмидта пока неизвестно за ответом местные жители обратились депутату верховного совета город у нас пошел по направлению что делать в первую очередь дороги которые больше нагруженность меня это не устраивает категорически катастрофически почему потому что наши дороги отличаются от всех других дорог почему потому что наши дороги не просто для того чтобы машины ездить для того чтобы и люди по не ходят следующая но к сожалению к нам не прислушиваются пока на улице шмидта продолжаются танцы по лужам и грязи в надежде на первый ремонт за 30 лет ситуация с дорогами сейчас одна из самых острых и обсуждаемых дорожники в ближайшее время займутся делом где-то с бездорожьем попрощаются путем ямочного ремонта но наши дороги сейчас требуют капитальных вложений иначе улиц страха в трубе будет становиться все больше